Поездка началась с приятного повода – открытие новой модельной библиотеки. Поздравляю вас! Действительно, это не просто, как мы сейчас с главой города ехали, обсуждали, это не просто библиотека модульная, это уже такой центр притяжения культуры в центре Уварова. Тем более здесь мы реализуем замечательный проект – это набережная вокруг городского пруда. Честно сказать, очень рад за вас, за жителей города Уварова. И у нас все больше и больше в области должны появляться таких объектов. Здание библиотеки отремонтировали, теперь здесь все по-новому. Главное – современный интерьер, богатое оснащение и серьезный книжный фонд на 50 тысяч экземпляров. Новая библиотека – это совершенно новое общественное пространство. Оно создано с учетом мнений жителей, их пожеланий, их чаяний. Мы спрашивали, что они хотят видеть в новой библиотеке. И мы сделали очень много функциональных зон для всех возрастов. Следующий объект – мост над подгорным ручьем в черте города. Раньше для перехода здесь использовали бетонную плиту. После завершения работ это будет полноценный мост. Также в Рио глава администрации региона побывал в цехах предприятия «Агроком». Здесь производят уникальные препараты для защиты растений на основе бактерий и грибов. Ну а в местной детской школе искусств Максима Егорова уже ждали жителей города, которые обратились к нему с вопросами. Одним из острых оказался вопрос о гаражной амнистии. В первом микрорайоне города очень большое количество гаражного массива. Не просто отдельных стоящих гаражей, а именно гаражного массива, который был построен еще при химзаводе 40-50 лет. И гаражная амнистия как таковая сейчас не действует. То есть оформить гараж, у меня там лично гараж имеется, я не могу по гаражной амнистии, потому что требуются документы, которые подтверждают наличие ранее права. В большинстве случаев у людей таких документов нет. Давайте посмотрим, потому что гаражная амнистия, я на совещаниях отдельно этот вопрос поднимаем. Мы раз в три месяца вместе с Росреестром проводим соответствующее совещание, смотрим, какие объекты переходят, не переходят, и проходят соответствующие регистрации. Потому что нам тоже это очень важно, чтобы это все было зарегистрировано. Извините, это дополнительное поступление налогов. Также Максиму Егорову задали вопросы по состоянию дорог и работе общественного транспорта в городе. В Рео глава администрации региона готов помочь властям и жителям Уварова, в том числе, если решение этих проблем придется обсуждать на федеральном уровне. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Александр Кобзарев, Область новостей.